По всей видимости, власти в Ереване решили, что в мире слишком много плохих, грустных и тревожных новостей, и решили выполнить работу, которую ранее делал Задорнов, и повеселить публику. Правда, в отличие от ныне покойного Михаила Николаевича, вместо улыбки и чувства удовлетворения, действия Армении вызывают лишь недоумение. Не будем томить и просто процитируем спикера армянского парламента. Трезвый человек не может описывать происходящее, остается только цитировать. Армения является носителем европейской демократической системы. «Для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС – самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти. И здесь важен процесс, по которому это надо сделать. Многое надо привести в соответствие с европейскими стандартами», – сказал Симонян в эфире общественного телевидения Армении. Ну да, вы правильно поняли. Армения собралась в Европейский Союз, и для этого правительство готовится начать все необходимые реформы. Список реформ пока остается за кадром, и мы с удовольствием разберем их после того, как он выйдет. Надо же Пашиняну и его компании для начала придумать, что там вообще у них есть и что им менять. К тому же Армения – член таможенного союза, и попытка перепрыгнуть со стандартов ТС на стандарты ЕС будет стоить им очень дорого. Кстати, пока не забыли, еще одна цитата спикера армянского парламента. По его словам, на самом деле Армения всегда шла по этому пути, пока ее не втянули в другую систему ЕС. Эй, кто у кого слезал? Киркоров у Армении или Армения у Киркорова? Тот же тоже заявил, что просто шел, а потом его заманили не в ту дверь. Эти что ли тоже не в ту дверь вошли? Аж целого 2014 года. Ну дела. Совсем не по-европейски, и даже без кружевных трусиков. Впрочем, после того, как Армения фактически отказалась от военного союза ОДКБ, было вопросом времени, когда в Ереване пойдут расторгать и экономические соглашения. Думаю, что каждой стране и каждому объединению нужен свой Брексит. Как мы этот армянский демарш назовем – Армяксит? Ну давайте, пусть будет Армяксит. Учитывая, что даже Британии было достаточно тяжело после Брексита, то Армении наступит окончательно Армяксит, если они серьезно попытаются что-то сделать. Даже не будем ссылаться на объемы торговли. Очевидно, что это бессмысленно. Если бы правящие круги в Ереване думали о своей стране, а не о чем-то другом, то вели бы в себя иначе. В конечном итоге, для нас важен только один вопрос – как это отразится на наших интересах? И откровенно, не видим какой-либо угрозы для своих интересов. Страна, вероятно, будет просто разделена, а Азербайджан и Турция будут блокированы и без учета Армении. Экономические страны зависят от нас, к тому же в регионе находится Иран, которому можно делегировать ряд вопросов. Нравится или не нравится, а время, когда Армения имела значение, прошло. И прошли это время сами армяне, когда стали более одиозными русофобами, чем некоторые, которых не упоминают открыто в приличном обществе. Друзья, хотим напомнить, что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке. Вместе победим! Реквизиты для поддержки в описании к видео. Реквизиты для поддержки в описании к видео.